Появление концентрационного лагеря в Березе-Картузской было связано с очень важным событием в истории Польши. 15 июня 1934 года был убит в результате террористического акта министр внутренних дел Польши Бронислав Пиратский. И буквально через два дня после этого убийства, а убийство совершил Григорий Мацейко, это был представитель Организации украинских националистов, 17 июня, ровно 90 лет тому назад, 1934 года, президент Польской Республики Игнат Мастицкий издал указ о том, что именно в Березе-Картузской создается первый изоляционный лагерь. Он так официально назывался, но мы называем его концентрационным лагерем. И действовал этот лагерь, как мы понимаем, с 1934 года до периода Второй мировой войны, в ночь с 17 на 18 сентября 1939 года охранники этого лагеря просто покинули этот лагерь, и потом были открыты ворота, и осужденные вышли. То есть он действовал в течение практически пяти лет. За это время, по разным данным, в лагере до 1939 года находилось около трех тысяч заключенных, а затем, вот именно в сентябре 1939 года сюда были доставлены еще, как минимум, до семи тысяч. То есть всего узников было более десяти тысяч. Вот как вспоминают многие узники этого лагеря, особенно вот в сентябре, с первого сентября по, значит, по вот 18 сентября, более там очень большое количество людей сюда было определено. Значит, кто был узниками? Ну, во-первых, надо сказать, это все были противники польского режима, который был создан в 1926 году, это так называемый режим санации, который создал Иосиф Пилсоцкий. И здесь важно отметить, что это были разные люди, это были и поляки, это были представители праворадикальной, так называемой народно-радикальной партии Польши, это были представители организации украинских националистов. Ну, вот из самых таких известных, это был брат Степана Бандера здесь был, находился здесь Роман Шукевич известный, потом руководитель вот украинской повстанческой армии и так далее. То есть здесь была и эта группа, 33% это были украинцы, 43% польши, поляков. Были здесь также евреи, представители еврейских организаций, ну, а также белорусы. Ну, по процентному содержанию, при подсчетах историков, они были около 6%, но на самом деле этот процент занижен явно. То есть объясню почему. Потому что многие поляки, вот особенно в западной части Беларуси, когда проводились переписи населения, вот перепись 31-го года, если человек говорил, что вот моим языком является польский, да, на котором я говорю, то его автоматически записывали в поляки, хотя, возможно, он был и белорусом. Поэтому вот этот момент очень важен, что белорусов было значительно больше. Более того, многие, даже те же евреи, вот один из погибших, Абрахам Германский, он был представителем коммунистической партии Западной Беларуси. Кстати, здесь достаточно много было представителей коммунистических партий, Коммунистической партии Западной Беларуси, Коммунистической партии Польши, Коммунистической партии Западной Украины. Поэтому достаточно большое количество и коммунистов было. Задача этого концлагеря была в том, что нужно было сломить морально всех тех узников, которые здесь находились. То есть их сразу же привозили сюда, значит, брили наголо, выдавали одежду, выдавали номера, которые нашивались. Ну и по этим номерам можно приблизительно сказать, сколько было узников. Вот последний узник, который до 1 сентября находился здесь, он носил лагерь номер 3091. То есть практически до 1 сентября, вот с 34 до 39 года, было чуть более 3000 узников. Более того, их все дела хранятся в Брестском государственном архиве областном. И там тоже около 3000 личных дел, где мы можем узнать все про тех узников, почему они туда попадали и так далее. Еще одна была проблема в том, что их туда посылали не по суду. Это было вне судебные какие-то действия. То есть их просто арестовывали, и вначале на 3 месяца посылали, потом могли продлять срок еще на 3 месяца. Многие сидели по году, а были люди, которые по 3 года сидели вот в этом лагере. Условия были очень жесткими, питание было очень ограниченным, люди часто страдали от голода. Кроме того, постоянные избиения, постоянные издевательства. Значит, передвижения по лагерю могли быть только бегом. Кроме того, полицейские очень часто устраивали различные издевательства над теми людьми, которые в лагерь попадали. То есть избивали их резиновыми дубинками и так далее. Поэтому вот эти моменты очень важно понять. Кроме того, наиболее непокорных, а здесь же были политически организованные люди, которые боролись против польского режима, их отправляли в Карсик, где могли до 7 дней оставлять без еды. То есть и там через каждые 2 часа не давали им спать и так далее. Были достаточно жестокие условия. И в силу этих условий очень многие люди, значит, ухудшалось их здоровье. Они не выдерживали моральных издевательств и так далее. Хотя вот погибших в лагере насчитано, их поименно насчитали, их всего было 12 человек умерших и один, который покончил жизнь самоубийством. Всего 13 человек. Они известны поименно, причем двое из них это были представители Коммунистической партии Западной Беларуси. Поэтому вот этот момент очень важен. Но с другой стороны многие узники говорили о том, что им приходилось там и по 3, по 4 человека хоронить избитых. И были случаи, когда инфекционные были заболевания. Но там был такой принцип, что их отправляли в Кобринский госпиталь и там они вот в этом госпитале умирали. Поэтому вот этот вот момент очень важен, что они не умирали часто на территории самого концлагеря. Поэтому вот учет потерь, конечно, ну 13 человек это достаточно скромная позиция. Поэтому вот на этот момент я хотел бы обратить ваше внимание, что вот такие аспекты были в этот период. Кроме того, надо сказать, что главная задача в этом лагере была подавить человека, сломать его физически, психологически, чтобы он согласился сотрудничать с польскими властями. И если кто-то соглашался, отказывался от политической деятельности, то в данном случае этот человек, ему давали более легкие условия содержания. Кстати, очень часто выводили на работы, совершенно работы часто иногда бывали бессмысленными, то есть пахали поле, раскапывали рвы, потом их закапывали, разбирали там камни, например, из сожженного там офицерского городка и так далее. То есть разные были работы, некоторые работы имели какой-то смысл, некоторые были совершенно бессмысленными, и это было вот такое определенное издевательство опять-таки над теми людьми, которые были в концлагере. Еще один важный момент, это то, что вот постоянно, особенно политических, подвергали травле, их заставляли, например, ползать по-пластунски, все время говорили, что вот мы проводим гимнастику, делать бессмысленные упражнения, там ходить по утинам и так далее. Ну, как говорили коменданты лагеря, что это самый спортивный лагерь, концлагерь в Европе. Так что вот этот момент тоже можно отметить. Ну, и, конечно же, исследователи отмечают, что идея концлагеря эта взята была из гитлеровской Германии в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти. В Германии появляются первые концлагеря, тоже для перевоспитания как бы вот представителей социал-демократической, коммунистической партии и других антифашистских сил. Поэтому вот этот момент был очень так же важен, чтобы мы понимали смысл этого лагеря. Ну, и надо сказать, что руководители этого лагеря тоже, они прошли такую как бы достаточно жесткую подготовку. Многие из них служили в полиции. И потом, конечно, главная их задача была показать такое национальное превосходство. То есть все должны были говорить по-польски. В некоторых случаях вообще разговаривать запрещалось. Был такой режим тишины. И часто говорят, за вот нарушение его очень часто наказывали. Вот эти моменты, они тоже были очень четко проведены. Ну, в лагере, надо сказать, попадали туда и женщины. Вот в 1939 году туда попали и представительницы, вот граждане Польши немецкой национальности, когда начала война, почти 500 женщин. Потом были сюда присланы комсомолки. Вот, например, Вера Григорьевна Искриг, которая оставила свои воспоминания об этом. Тоже с женщинами очень жестко к ним относились. Били их тоже резиновыми палками по голове, по спине и так далее. То есть тоже очень жесткий был такой, жесткое отношение к ним. Поэтому, когда мы говорим о концлагере, вот в Березе-Картузской, надо сказать, что вот этот концлагерь, одна из задач его была как бы сломить людей. Но чаще всего те люди, которые там были, они не ломались. Это были действительно люди, как говорят, вот очень мощные закалки. Вот пример, один из них, герой Советского Союза, Федор Марков, известный партизан, который тоже прошел через этот концлагерь, потом возглавил партизанский отряд. Вот, и в 1944 году был удостоен звания Героя Советского Союза. Поэтому многие из них потом очень активно работали после войны в советских структурах. Это и Гуль, и Живлюк, и Колесников, и другие известные люди, которые вот потом в 1966 году оставили свои воспоминания. А они назывались «Они не стали на колени», то есть в которых они полностью описывали подробно вот те издевательства и вообще тот режим, который был в концлагере. Как они жили, как они вот находились на вот этих нарах постоянно, потом как вот им не давали там часто спать, то есть поливали бетонный пол водой и так далее. То есть все вот эти моменты, они как бы в этом концлагере присутствовали. Вот такие основные моменты, которые мы можем вспомнить к 90-летию этого лагеря. Лагерь прекратил свое существование достаточно как бы внезапно. Дело в том, что вот еще один важный момент, что буквально в сентябре туда начали присылать лиц немецкого происхождения, польских граждан, когда началась война, почти 2000 человек. И потом от 3 до 5000 прислали людей, которые были в антипольских замешаны в каких-то симпатиях. Опять-таки без решения суда. Их просто сюда прислали в большом количестве. Но война оказалась коротечной. Уже 17 сентября рабоче-крестьянская Красная Армия двинулась в освободительный поход на земли Западной Белоруссии и Западной Украины. И в ночь 17 на 18 сентября полицейские, тюремщики просто покинули этот лагерь. Жители открыли ворота и все практически арестанты они разошлись. Ну и потом войска Красной Армии уже вошли в этот лагерь и вот как бы освободили уже оставшихся. То есть тех, которые там были. Так что вот этот момент тоже нужно отметить. Вот в связи с событиями, которые связаны с Березой-Картузской. Ну и для современного поколения важно помнить о том, что это был один из элементов такой определенной воздействия режима санации, который не разбирался кто ты, поляк. Я говорил 43% поляков. Украинец, белорус, еврей, немец. Тут были разные. Даже один китаец был. То есть он тоже попал сюда. То есть вот люди разных национальностей. Вопрос заключался о том, что это действие авторитарного режима, который людей без суда и следствия садил вот в этот концлагерь. И они подвергались там очень таким серьезным издевательствам, многие из которых не вышли. Как говорил Болеслав Хефнер, первый комендант лагеря, отсюда два пути или в могилу, или в дом умалишенных.